Сегодня я расскажу вам, когда мы впервые узнаем о великой скорби у еврейских пророков. Присоединяйтесь ко мне на этом важном выпуске передачи «Узнавая еврейского Иисуса». Равин Шнайдер – это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Шалом! Я Синтия, жена Равина Шнайдера. Я молюсь о том, чтобы сегодня Бог преобразил вашу жизнь, когда Равин Шнайдер будет проповедовать Божье Слово. Пусть Бог благословит вас, и шалом, возлюбленные! Меня зовут Равин Шнайдер. Я очень рад быть сегодня с вами на этом важном выпуске передачи «Узнавая еврейского Иисуса». Мы проходим цикл, который называется «Расшифровывая книгу Откровения». Я начал этот цикл на прошлой неделе со вступления. В конце передачи вы узнаете, как посмотреть его. Это уникальный цикл, в нем я покажу вам, как Ветхий Завет или Танах говорит тоже о последних днях, что Иоанн и Иисус в Новом Завете. Мы посмотрим на основные события последних времен, о которых говорится в книге Откровения. Я покажу вам, как они будут исполняться, а также, как они связаны с тем, о чем писали пророки и патриархи. Я считаю, что после этого цикла вы будете намного лучше понимать, как будут происходить события последних времен. Я знаю, что некоторые из вас переживали то же, что и я в прошлом. Вы хотите понять книгу Откровения? Но она кажется вам непонятной? Тогда смотрите нас. Я переживал то же самое на протяжении многих лет. Я читал книгу Откровения, но она приводила меня в замешательство и даже пугала. Но я уверен, что под конец этого цикла вы будете лучше понимать книгу Откровения. Я не смогу объяснить все детали, потому что некоторые части книги Откровения мы сможем понять лишь тогда, когда они начнут исполняться. Но вы поймете главные темы, и это подготовит вас к возвращению Иисуса. И теперь я хочу перейти к первой теме, о которой мы читаем в Откровении. Сегодня я буду говорить о том, что еврейская Библия называет бедственным временем для Иакова. А Иисус называет великой скорбью. Многие из вас знакомы с понятием скорбь. Это время, которое придет на землю. Оно будет настолько ужасным и трудным, как ни одно другое время на земле. Но прежде чем поговорить о бедственном времени для Иакова или великой скорби, я хочу поговорить о роли Израиля во всем этом. Давайте на минутку задумаемся вот над чем. Когда Бог начал воплощать свой план спасения, то через кого Он делал это? Он воплощал его через евреев, израилетян. В Писании мы видим, что Бог заключил завет с Авраамом. Бог сказал, что этот завет, который Он заключил с Авраамом, был уникальным. Бог сказал Аврааму, «Я выберу тебя и твоих потомков из всех народов земли». Мы читаем, что потомки Авраама уникальны. Но есть еще одна уникальная вещь в этом завете. Бог сказал, что через этот завет Он благословит все народы земли. Божий план спасения, искупление, Его путь благословения начался именно с Израиля. Я говорю об этом, потому что Израиль также окажется в центре скорби. Израиль играет центральную роль в событиях последнего времени, кульминацией которых будет возвращение Иисуса. В этом цикле нас ждет много мест Писания. Это цикл учения, и поэтому я советую вам брать блокнот и даже записывать о выпуске. Начните изучать этот вопрос вместе с друзьями. У меня есть заметки к учению, которые вы можете бесплатно скачать на моем сайте. Вы можете посмотреть эти выпуски дома с друзьями. В заметках вы найдете вопросы для обсуждения и места Писания, которые я использовал в этом цикле. Далее вы можете обсудить их совместно. Вам будет очень легко начать изучать Библию у себя дома. Знаете, это чудесный способ расширения Царства Божьего на земле. И теперь я хочу посмотреть на некоторые места Писания. Я хочу начать с книги «Второзаконие». Это седьмая глава, шестой стих. Выслушайте Слово Божие. «Господь говорит Израилю, ибо ты народ святой у Господа, Яхве». Это Божье имя в Завете. «Ибо ты народ святой у Господа, Бога твоего. Тебя избрал Господь». Он обращается к телесным потомкам Авраама. «Тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые живут на этой земле». Я хочу, чтобы вы поняли, что Израиль – это уникальный народ. Бог сказал Израилю в Новом Завете, а именно в послании к римлянам, что дары и призвания Божьи не приложены. Многие думают сегодня, что евреи больше не являются избранным Божьим народом. Это не так. Они продолжают оставаться избранным народом. Бог сказал в послании к римлянам, что дары и призвания Божьи не приложены. Бог отделил для Себя евреев. Почему же я говорю об этом? Мы говорим о последних временах. Бог будет работать в последние времена через Израиль. Но давайте продолжать. Я прочитаю вам книгу Бытия. В ней сказано «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». «Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя и возвеличу имя твое». Обратите внимание на следующую фразу «И будешь ты в благословении». «Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну». И снова мы видим два момента. Израиль – уникальный народ. Избранный народ. Но почему же Бог выбрал их? Послушайте меня. Почему именно Бог выбрал Израиль? Бог выбрал Израиль, чтобы он стал его средством благословения всего мира. И это касается того, что будет происходить на земле в конце времен. Мы рассматриваем основные события последних времен, о которых говорится в книге Откровения. Я покажу вам, как они будут исполняться, а также, как они связаны с тем, о чем писали пророки и патриархи. Я считаю, что после этого цикла вы будете намного лучше понимать, как будут происходить события последних времен. Вы хотите понять книгу Откровения, но она кажется вам непонятной. После этого цикла это изменится. Вы поймете очень многое. Вернемся к нашей программе. В продолжении я хочу обратить внимание на слова, которые Господь сказал Израилю через Захарию. Он назвал Израиль зеницей своего ока. В книге Амоса, 3 главе 2 стихе, Он называет их уникальными среди народов земли. Я хочу, чтобы вы поняли, что Израиль не лучше других. Он уникальный. Бог избрал их для того, чтобы они были благословением. Батсия, 12 глава, 3 стих. «И благословятся в тебе все племена земные». Павел говорил об этом благословении, которое пришло в мир через Израиль. Оно исполнилось в Мессии Иисусе. Он говорил об этом в послании к Галатам. И в послании к Галатам Павел цитировал Тору, книгу Бытия. Послушайте, что он цитировал. Я прочитаю вам Бытие, 22 главу, 17 и 18 стихи. Это тот фрагмент, который Павел цитировал в послании к Галатам, когда говорил о том, что Израиль — это то средство, которое Бог использовал для реализации своего плана искупления. Опять же, этот план искупления будет действовать до конца времен. Я хочу, чтобы вы услышали меня. Израиль сыграет важную роль в последних временах. Я верю, что тот факт, что Бог поднимает еврейских евангелистов, вроде меня, говорит об исполнении последних времен, как мы читаем в Откровении. «То Я, благословляя, благословлю Тебя и умножая, умножу семя Твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя Твое городами врагов своих». Послушайте. «И благословятся в семени Твоем все народы земли». Теперь, когда мы установили тот факт, что Израиль сыграет уникальную роль в событиях последних времен, мы можем посмотреть на роль Израиля в том, что Иисус называет в Евангелии от Матфея 24 главе «великой скорбью». Я открою книгу Еремии и хочу, чтобы вы выслушали меня. Когда мы читаем Ветхом Завете о том, что происходило в Израиле, то все эти события происходили во время написания этих книг, но они также имели пророческий смысл. То есть они указывали на нечто большее, что должно было произойти в будущем. Я знаю, что это может звучать странно. Я приведу пример. В Евангелии от Матфея мы читаем, что когда родился Иисус, Ирод решил убить младенцев мужского пола, потому что он услышал о рождении Мессии. Мы знаем, что из-за этого ангел явился Иосифу, отцу Иисуса и сказал ему, «Уведи ребенка в Египет», потому что Ирод собирается убить младенцев. Иосиф пошел с Иисусом в Египет. После некоторого времени ангел снова явился Иосифу, когда тот был в Египте с Иешуа, и сказал ему, «Я хочу, чтобы ты забрал ребенка из Египта и вернулся с ним в Израиль». Матфей использует этот случай, когда в Писании Бог призывает Израиля из Египта. «Из Египта призвал я сына моего». Это книга Оссии. Бог говорил о том, что вывел Израиля из Египта. Это случилось более трех с половиной тысяч лет назад. Но Матфей использует тот же стих, чтобы показать, как Иисус вернулся из Египта в Израиль после того, как Ирод перестал убивать младенцев. Как этот стих из Оссии, который говорил о том, что Бог призвал Израиля из Египта. Три с половиной тысяч лет назад применили Каишуа в Новом Завете, когда Бог вернул его из Египта. Когда Бог вывел Израиля из Египта, то мы стали свидетелями воплощения этого стиха в изначальном историческом контексте. Но у него также было пророческое исполнение, потому что Иисус исполнил историю Израиля. Иными словами, Иисус прошел через то же, что и Израиль, чтобы стать воплощением Израиля. Вот вам еще один пример. Израиль 40 лет ходил по пустыне. И как Иисус начинает свое служение, Библия говорит, что Дух Божий повел его в пустыню, чтобы поститься там 40 дней. Я пытаюсь показать вам, возлюбленные, что история Израиля, о которой мы читаем в Библии, имела воплощение как в буквальном историческом контексте, так и обладала пророческой составляющей, которая указывала на нечто большее, что должно было исполниться в Иисусе. Я пытаюсь помочь вам понять это. Это же касается и всех праздников, которые Бог дал Израилю. Например, когда пришел Дух Божий, мы читаем в Деяниях 2 главе, что Он пришел на Пятидесятницу. Пятидесятница – это праздник, который евреи праздновали на протяжении 1500 лет до 2 главы Деяний. Он был символом времени, когда Бог обратился к Израилю на горе Синай. Иисус исполнил его через полторы тысячи лет, дав нам Своего Духа. И Господу больше не нужно было обращаться к нам через каменные скрижали, потому что теперь Он мог обращаться к нам через наше сердце. Все, через что прошел Израиль, исполнилось Вы Иисус Эм. И теперь вы можете понять, почему я хочу прочитать вам следующий стих, который и говорит о последних временах. Я открою книгу Иеремии, 30 главу, и прочитаю с 5 по 7 стих. Выслушайте Слово Божие. Так сказал Господь. «Голос смятения и ужаса слышим мы, а не мира. Спросите и рассудите, рождает ли мужчина? Почему же я вижу у каждого мужчины руки на чреслах его, как у женщины в родах, и лица у всех бледные? О горе! Велик тот день, не было подобного ему. Это бедственное время для Иакова». Итак, есть время, которое придет на землю, и от которого люди побледнеют. Они настолько испугаются, что будут хвататься за чресло, словно ребенок, который хочет в туалет. Почему? Потому что они будут напуганы. Почему же я вижу у каждого мужчины руки на чреслах его, как у женщины в родах, и лица у всех бледные? О горе! Велик тот день, не было подобного ему. Это бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него. Возлюбленные. Господь говорит здесь о времени Вавилонского плена, в который израилетян увели в 600 году до н.э. Но Господь также говорит здесь о другом времени, которое Писание называет Великой Скорбью. Мы увидим, как Новый Завет использует слова древних пророков, чтобы рассказать о том времени, которое ждет этот мир. Изначально Израиль знал его как бедственное время для Иакова. А сейчас мир знает его под названием «Великая Скорбь», то, что начнется как бедствие для Израиля в начале Великой Скорби, в итоге распространится по всей земле. Великая Скорбь начнется с Израиля, а затем станет глобальной проблемой. Сейчас мы посмотрим на то, что другие еврейские пророки говорили об этом, и как Иисус открывает полноту смысла этих событий. Давайте посмотрим на то, что об этом говорит пророк Даниил. Я прочитаю из книги Даниила 12 главы. Это первый стих. Он сказал следующее. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий из-за сынов народа твоего». О ком он говорит? Об Израиле, конечно. В Евангелии от Матфея, 23 главе, ученики Иисуса сказали, «Расскажи нам о великой скорби. Расскажи нам, когда все это будет». И в Евангелии от Матфея, 24 главе, Иисус начинает рассказывать о великой скорби и его возвращении. И как он делает это? Он делает это, цитируя Даниила. «Послушайте, что говорит Даниил. И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий из-за сынов народа твоего. И наступит время тяжкое». Всего пару минут назад мы читали о бедственном времени Иакова. Здесь стоит то же слово. Иисус говорит о последних временах. «Израиль, тяжелом времени». До сего времени написано. «Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены, будут записанными в книге». И это очень интересно. Мы читали то же самое у Иеремии. Пророк называет это бедственным временем для Иакова. А Даниил говорит, что это будет тяжкое время, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. А затем он говорит, что Божий народ спасется от него. Это тоже о чем говорил Иаков. Когда Иисуса спросили о последних временах и великой скорби, он процитировал Даниила. Тот стих, который я только что прочитал вам. В ближайшее время мы будем рассматривать то, как Ветхий и Новый Завет сходятся воедино в опросе последних времен. Возлюбленная, последние слова Иисуса в книге Откровения звучали так «Се гряду скоро». Иисус сказал, что нас ожидает благословение, если мы будем изучать слова книги Откровения. Это важное слово для вас и для меня, возлюбленные. Вы бы не хотели пропустить его. Мне не терпится снова встретиться с вами. Пусть Бог благословит вас. До скорой встречи. Если у вас есть свидетельства о том, как Господь использовал нашу передачу, чтобы изменить вашу жизнь, мы предлагаем вам поделиться им. Заходите на наш сайт и нажимайте на вкладку «Свидетельства», чтобы поделиться своей историей. Дорогой Равин Шнайдер, я не могу подобрать слово, чтобы поблагодарить вас за то, как вы и ваша чудесная жена Синтия ободряете меня духовно. Ваше служение удивительно. Из ваших учений я узнаю так много, как никогда ранее. Я молюсь о том, чтобы Бог обильно благословил вас финансово, через ваших партнеров и через всех, кто щедро жертвует на ваше служение. Мелба. Возлюбленные, благодаря вашим молитвам и финансовой поддержке тысячи жизней меняются по всему миру. Поддерживая нас, вы становитесь партнером Бога в создании Его вечного царства. Спасибо вам. Пусть Господь и зальет в вашу жизнь, когда вы сотрудничаете с нами. Программа «Узнавая еврейского Иисуса» выходит специально для вас. Возлюбленные, мы получаем свидетельство о том, как Бог прикасается и меняет жизни людей через наше служение. Тысячу лет назад Бог сказал Моисею и Аарон, «Произносите это благословение на мой народ, и тогда мое имя будет на них». Он дарует вам свое имя и продолжит по-новому благословлять вас. Да озарит вас Господь светом лица своего и будет милостив к вам. Да обратит Господь к вам лицо свое и додарует вам свой мир, свой совершенный шалом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да благословит вас Господь и сохранит вас. Да озарит вас Господь светом лица своего и будет милостив к вам. Да обратит Господь к вам лицо свое и додарует вам свой мир, свой совершенный шалом. Многие из вас чувствуют сейчас нечто таинственное. Иисус стучится в двери вашего сердца. Он любит вас. Он хочет войти и жить в вас. Для этого вам лишь нужно сказать Иисус, пожалуйста, прости мне мои грехи. Я верю, что ты умер на кресте за меня. Поэтому я прошу тебя, «Войди в мое сердце и поселись в нем навсегда». Если вы произнесли эту молитву и отдали свою жизнь Иисусу, а теперь готовы следовать за Ним, то Он изменит вашу жизнь навсегда. Если вы приняли это решение, то я прошу вас, воспользуйтесь информацией, которая сейчас на ваших экранах. Пусть Бог благословит вас. Я люблю вас. Шалом. На следующей неделе я покажу вам, как скорбь, о которой говорил Иисус, также упоминается в Ветхом Завете. Пригласите к себе друзей, чтобы посмотреть этот выпуск вместе. До скорой встречи. Пусть Бог благословит вас и Иисус любит вас. Шалом. Я надеюсь, вы так же рады этой серии учений, как и я. Я чувствую, как сказал псалмист, но я верую, что увижу благость Господа на земле живых. Другими словами, он говорит, что пока я не уверую, что могу пережить Бога на земле. Я не стал бы жить, я бы не имел надежды. И в моей жизни так же. Я ощущаю то же самое. Вот почему я хочу жить дальше, чтобы пережить встречу с Богом. Надеюсь, что эта серия учений принесла вам помощь. Хочу, чтобы вы знали, мне нужна ваша помощь. Я не только нуждаюсь в вашей помощи, Бог устроил так свое царство, что Евангелие будет распространяться его народом. Эти принципы начинаются со Скинии, когда Бог повелел Моисею собрать приношение на строительство храма. То же самое касается наших дней. Павел сказал, «Разве не должны мы, проповедующие Евангелие, собирать средства с тех, кто получает обетование?» Я хочу попросить вас, возлюбленные, если вы верите, что Бог действует через это служение, если вы верите, что учение настоящее, если я помогаю вам, то вы помогаете нам достичь мир для Иисуса. Хочу, чтобы вы знали, что за каждую душу, которая прикоснулась наше служение, вы получите награду на небесах. Благословит вас Бог. Шалом. Надеюсь, вас благословила сегодняшняя программа, а сейчас хочу дать вам еще одну большую возможность, возможность давать. Иисус сказал, «Блажение давать, чем принимать». Давай мы отражаем природу Христа, потому что Бог по своей природе даятель. Он так сильно полюбил нас, что отдал своего единственного Сына. Если вы верите в меня и в эту программу, то откройте свое сердце Духу Святому и дайте столько, сколько Он побуждает вас дать. Я вам обещаю, делая это, вы будете преображаться в образ Христа и будете благословлены за свое послушание Богу. Спасибо вам за вашу финансовую поддержку. Благодаря ей эта программа до сих пор выходит в эфир. Будьте обильно благословлены. Шалом, друзья! Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень. Чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и миссианской музыкой от Джошуа Джеймса, заходите на наш сайт. Смелая и вдохновляющая, простая и ясная. Эта книга «Откровения» расшифрована. От Равина Шнайдера, у которого более сорока лет опыта в изучении Ветхого и Нового Завета. Вас ждет захватывающее путешествие, в котором вас будет направлять призма еврейских пророков. Откройте ответы на древние загадки и скрытые ключи, которые повлияют на вашу жизнь сегодня. Примите Божие благословения. Книга «Откровения» расшифрована. Приобретите свой экземпляр сегодня, позвонив по номеру, который видите на экране или на нашем сайте. Телепередача Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин еврейский, верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться», чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова